Самый знаменитый норвежец 20 века, путешественник, пересекавший океаны на плотах. Тур Хиирдал с детства ужасно боялся воды. Он, спортсмен, он плавал достаточно хорошо, но вот детский страх, когда он чуть не утонул, ему это вредил. К 23 годам Тур смог преодолеть свой страх. Взял академический отпуск в университете, где изучал зоологию, и вместе с женой отправился в невероятное свадебное путешествие, в Полинезию. Целый год они провели вдали от цивилизации, на одном из Маркизских островов. Из-за тропической жары, змей, насекомых и опасных инфекций поездка получилась не очень романтичной. И все же Тур с женой изучили местную флору и фауну, познакомились с аборигенами, которые только что отказались от каннибализма. Путешественник задумался о том, как и когда люди попали на эти острова. Основная теория в том, что полинезийцы заселили острова Тихого океана из Юго-Восточной Азии. Когда Тур Хирдал слушал легенды этих полинезийцев о неком вожде-боге Тике, когда он видел статую этого бога, которые в глубине островов сохранились, благодаря своим энциклопедическим знаниям он соотносил вот эти вот изваяния, что они вот похожи скорее на индейцев Южной Америки. Проверить эту теорию сразу Тур Хирдал не смог. Началась Вторая мировая война. В Лондоне он окончил школу радистов и вернулся в оккупированную Норвегию, чтобы следить за передвижением немецких подлодок и сообщать об этом союзникам. Выживать приходилось в очень сложных условиях. Север Норвегии очень суровая природа, плюс еще им категорически запрещалось разводить костры, ну, чтобы себя не демаскировать. Ну, это в свою очередь благодаря тому, что Тур как бы с детства занимался спортом, был очень физически хорошо развит. Это и помогло ему, что называется, в таких обстоятельствах выжить. В 1947 году Хирдал и еще пятеро путешественников отправились в Перу и построили плод. Его назвали Кантики, в честь бога солнца, о котором ходили легенды по обе стороны океана. Археолог хотел доказать, что на плоту можно преодолеть Тихий океан от берегов Южной Америки до островов Полинезии. Путешественники были уверены, именно так плавали древние индейцы, потомки современных полинезийцев. Во время плавания ели рыбу и сухие пайки. А еще проводили эксперименты с плодами и семенами американских растений, кокосами, тыквами и доказали, что они не могли сами попасть через океан в Полинезию и вырасти там. Соленая вода для них губительна. Как только не называли путешественников, авантюристы, самоубийцы и даже делали ставки на время их гибели. Но Тур Хирдал и его товарищи пережили две бури, несколько атак акул, чуть не сожгли свой плод из-за загоревшейся от примуса стены хижины. И на 90-й день экспедиции увидели землю. Бурон был настолько сильным, что он закинул нас на риф. И когда эта волна отошла, мы остались на самой верхушке Кораллового рифа. Потом начался отлив, и постепенно океан стал отходить. Мы оказались в безопасности на вершине рифа. После отлива путешественники смогли добраться до ближайшего атолла и сообщили по радиосвязи, что экспедиция завершена. Тур Хирдал проснулся знаменитым. Документальный фильм, снятый им во время путешествия, получил Оскар. И все же многие ученые сомневались, что теория Тура о заселении Полинезии индейцами верна. Чем он занимался, это, так сказать, экспериментальная археология. То есть понятно, что классические археологи, они были резко против него. Но с другой стороны, он рассказывал о своей теории, он ее доказывал делом. Но несмотря ни на что, Тур Хирдал продолжал свои исследования. В 50-х он выдвинул теорию о том, что остров Пасхи тоже изначально был заселен индейцами. А в конце 60-х решил доказать, что жители Древнего Египта вполне могли доплыть до Америки. Есть пирамиды в Египте, есть пирамиды в Южной Америке. Его это заинтересовало. Понятно, что они, скажем так, разные. В Южной Америке ступенчатые, в Древнем Египте гладкие. Но потом, когда я стал более глубоко изучать этот вопрос, оказалось, что египтяне раньше тоже строили ступенчатые пирамиды. Своими идеями Тур Хирдал мог заразить любого. Он собрал интернациональную команду. Построил из папируса лот Кура. На таких плавали в Древнем Египте. И отправился в новое путешествие. Оно едва не закончилось трагически. В нескольких сотнях километров от побережья Америки судно переломилось пополам. Казалось, что тростник собрали не в тот сезон. Собирали в сезон дождей, когда он набухший, намокший. У него открытые поры, у растений, которые в процессе плавания набирали только воду. Вторую лодку Ра-2 построили уже по всем правилам. И на этот раз команда Хирдала благополучно добралась до берега, доказав, что древние египтяне действительно могли побывать в Америке. Лодка пришвартовалась в порту Бриджтауна, столицы Барбадоса. Путешествие было окончено за это время, за время путешествия, за 57 дней мы прошли 6300 километров в открытом океане. Участником обеих экспедиций на Ра был ученый и медик Юрий Сенкевич. Позже он стал ведущим легендарного советского телепроекта «Клуб путешественников», который позволил миллионам людей через экран телевизора увидеть экзотические уголки планеты. Многое для популяризации науки делал и сам Тур Хирдал. Книги о его путешествиях расходились огромными тиражами. А еще он первым заговорил о загрязнении Мирового океана, выступал против войн и не уставал напоминать людям. Мы все в одной лодке.